Всем привет, мои хорошие! Я уже с утреца сбегала и в пятерку, и во вкус Вилл. Скажу я вам, когда живешь на два дома, но если еще для своих там хочется что-то вкусненькое приготовить, то здесь вот по минималке хочется стоять у плиты, поэтому взяла во вкус Вилл вот такую вот индейку охлажденную котлетки, тут 6 штук, помидорки черри, грибочки, вот такой вот риет с горбушей и миндалем. Ну, нравится мне слоеный десерт, хоть это и мучное, но эпизодически я себе позволяю одну-две штучки в день, вот такие хлебцы гречневые, ну и нектаринки с утра с творогом, вот как-то так. Да, кстати, хочу вам сказать, что похудение мое результативно, я еще сбросила, и как обычно бывает, когда мы начинаем худеть, у нас начинает обвисать шея, вот чтобы она у нас не висела, да, как у шарпея, нам нужно ее привести в норму. У меня 2 раза в день обязательно планка, я стараюсь стоять по минуте, по полторы. Ну и упражнения для шеи, они сейчас есть в свободном доступе в интернете, вот покажу вам 2, которыми пользуюсь я. То есть вы будете чувствовать, что здесь у вас даже на следующий день будет такая приятная боль, бросать упражнения не нужно, то есть нужно продолжать, и тогда мы с вами будем красивые и молодые. У нас значительно потеплело, сегодня 23-24, будет 25-27 и 27-29, в общем, жары-то долго и не хотелось бы, но на пару-тройку дней нормально. Сейчас себе сделаю кофеек и поболтаем. Так, ну и что же у меня сегодня на завтрак? Озерненый творог, я добавила немножко йогурта абсолютно без всяких добавок, покрошила туда нектаринку. Далее у меня 2 хлебца с творожным сыром и с вот такой вот грудкой индейки. Очень вкусно, и буквально надо за 2-3 дня ее съесть, иначе она испортится, что говорит все-таки о том, что это изделие натуральное. Ну и кофеек мой любимый. Каждый раз, когда я сажусь есть, вот эта морда сидит и смотрит такими глазами, как будто он год не жрал. Год не жрал, да? А, Белик, тебе не стыдно? Скажи, пожалуйста, ты съел целую большую свою миску с кормом, и сидишь тут у меня и кусочнищаешь, а? Тебе не стыдно? Скажи, пожалуйста, мне, а? Стыдно. Пошел, да? А у меня завтра очередное окрашивание волос, то есть я поеду к себе, полью цветы, потому что я сыну не доверяю своей пеларгонии, не дай бог, зальет, перельет. Вот, значит, для меня вот такая погода лучше, когда нет дождя. Почему? Потому что, я не знаю, вполне возможно, его когда-то в свое время могла напугать гроза. Потому что я все сделала, как сказала дочь, то есть я купила дождевик, я его надела, и дальше вообще какая-то пошла странная реакция, то есть, видимо, он никогда этого дождевика в глаза не видел. То есть я ему уже пристегиваю поводок, а он взял с этим поводком и убежал в комнату, забился под компьютерный стол. Я говорю, Бейли, в чем дело? Опять дочери наговариваю, а я говорю, что происходит-то вообще? Я говорю, он не собирается идти гулять. То есть, он поставил лапы на окно, посмотрел, что идет дождь, и вот у него такая реакция. Может быть, он где-то на подкорке держал, что я сейчас опять этот страшный зонт вытащу, да, и вот у него на сам дождь такая реакция. Вот, где-то отложилось в памяти. В общем, я, а мне же жарко в этом дождевике. Я его то сниму, то надену, вот уже пытаюсь с ним договориться. Я говорю, Бейлик, ну пойдем гулять. Нет, ни в какую. В общем, кончилось с тем, что я уже психанула, открыла дверь, закрыла с той стороны, и буквально через минуту вхожу, он уже в двери, как зайчик, сидит. Я говорю, ну что, все, псих прошел, пошли. Я, в общем, поперлась в этом дождевике. Все люди, как люди, гуляют под зонтами, да, там, или в куртках с капюшоном. Я дочери говорю, а что, ни одной куртки с капюшоном нет? Вот, ни резиновый сапог. Я говорю, ты как вообще с собакой живешь? Я была такая в тот день злая, потому что, ну, ну, серьезно, ну, ну, что это такое? И вот если бы эти две недели была бы дождливая погода, я бы, наверное, спятила. Потому что он весь, как крыса, становится мокрым, да. Целая потом проблема его в ванну, это помыть тоже какое-то странное у него поведение. Я, честно, боюсь уже, да, вот этой агрессии какой-то необоснованной. Вот, ну, и вот то, что сейчас будет солнышко, это все-таки хорошо. Но я, ребят, вам хочу сказать, что я вчера приехала к себе, думаю, боже мой, как же хорошо у меня в районе. Как же я по тебе, там даже воздух другой, понимаете? Потому что здесь вот эта, я не знаю, большая магистраль, где идут фуры, вот просто вот как у нас на Софийской. Вот такой запах отвратительный, да, где приезжают большие машины, камазы, вот. Вот, и, в общем-то, у нас же тоже в районе есть вот такие большие комплексы жилые. Но если взять, например, Софию, да, которая находится возле метро Славы, так, извините, у нас там парк интернационалистов шикарнейший, да. У нас парк героев пожарных тоже ничем не хуже. То есть, понимаете, у нас просторы. А здесь я вижу, что людям действительно негде погулять. То есть, вот эти вот таблички, которые взгляд приковывают постоянно, да, что выгул собак запрещен. И плюс как-то на тебя так косятся те люди, даже если ты убираешь эти какахи, да, например, с газона, вот у которых нет собак, кто там с детьми гуляет, да, еще что-то. Его постоянно тянет к детям, его постоянно тянет на детскую площадку. То есть, мне приходится всячески как-то с ним договариваться, да, что пойдем отсюда, пойдем туда, где травка, где никого нет, чтобы ты там, да. Да, ну вот. И, в общем-то, ну, негде собаке погулять. Вот просто мне есть чем сравнить, понимаете. Я могу сравнить свой район и район этот. Вот. А муж говорил, что раньше, пока вот не было вот этих застроек, да, он же постоянно как бы перемещается по городу в разных районах. И он говорит, здесь вообще было грустно и уныло, потому что это, ну, не то, что промзона, да, но по факту, вот, если бы вот эти дома не выросли, да, вот эти вот человеческие муравейники, да, то здесь вообще бы было все очень грустно, очень грустно. Даже несмотря на то, что рядом вроде есть этот Европолис, и можно там сходить что-то купить, но у нас не меньше всяких магазинов хороших, да, и при этом ехать буквально 7 минут до центра. То есть у меня сын ездил, выходил на обводном, там ехать вообще отсело минут 7 на метро. Поэтому у нас очень удачное расположение, и зеленый район, и при этом недалеко от центра. Вот. Ну, наверное, все, что я сегодня вам хотела сказать, такое небольшое утро со мной. Спасибо, что были со мной. Увидимся, услышимся, и всем пока-пока.